Итак, мы приветствуем всех, кто нас смотрит, видит и слышит. И Медиахолдинг ОТВ начинает прямую трансляцию очередной пресс-конференции на сайте Медиахолдинга 1obl.ru. Если кто-то не присоединился, присоединяйтесь быстрее, потому что сейчас будет очень интересный разговор. А нас смотрит, я хочу сказать, большая аудитория. Это все группы в социальных сетях, в Facebook, ВКонтакте и в Одноклассниках. Это, я вам скажу, больше 10 тысяч, это уже точно. Поэтому я думаю, что будет интересный и полезный разговор. А разговаривать мы сегодня будем о начале нового учебного года. Если начало нового учебного года, то мы будем, конечно, говорить о том, что же новое в этом учебном году. Итак, что принесет учебный год 2018-2019 для учеников, педагогов и родителей? На эти и другие вопросы нам будут отвечать наши замечательные спикеры. Александр Кузнецов, министр образования и науки Челябинской области. Также мы пригласили сегодня ответственного секретаря Совета родителей Челябинской области и Национальной родительской ассоциации в Челябинской области Елену Сыркину. И заместитель директора ассоциации волонтеров Южного Урала Ольга Яникеева. То есть вот, в принципе, самые вот те люди, которые должны понимать, что сейчас происходит у нас в образовании, куда мы двигаемся, кто нам помогает сделать систему и процесс образования интересным. Ну, а начнем мы, наверное, с вопроса о том, что все, заканчивается вот эта вот беззаботная жизнь, да, маленькая жизнь вдруг резко прекращается через буквально через несколько недель уже и начинаются большие для кого-то проблемы, для кого-то заботы. Вот, Александр Игоревич, ну скажите, вот сначала же все начинается с августовской конференции, с какой-то, да, вот все думают, чего они там собираются, педагоги, профсоюзы и так далее, что они все время обсуждают, обсуждают, и нам это непонятно. Вот зачем вы собираетесь накануне? Ну, во-первых, вот сегодня только что прошла такая конференция в городе Челябинске, это муниципальная конференция, наша областная встреча будет на следующей неделе, причем она будет из нескольких мероприятий, с различными категориями участников образовательного процесса, как мы говорим, и в том числе будет мероприятие с участием губернатора Бориса Александровича Дубровского. А эти мероприятия проводятся для того, чтобы консолидированно вместе поставить в новом учебном году новые задачи на этот учебный год, и чтобы было у всех абсолютно понимание, что нам необходимо в этом учебном году сделать. Причем не только у тех, кто работает в системе образования, но и тех, кто сотрудничает с ней. Это общественные организации, это другие ведомства. И вот мы в прошлом году завели практику, что в наших мероприятиях выступают руководители других ведомств. В прошлом году, наверное, был министр информационных технологий Александр Сергеевич Козлов, начальник управления занятости Владислав Валентинович Смирнов. А в этом году мы ожидаем выступления двух еще министров нашего правительства на наших августовских мероприятиях, это министр общественной безопасности Евгений Ильич Савченко и Татьяна Евгеньевна Никитина, значит, министр социальных отношений, тоже будет выступать на этом мероприятии. А вот можно сразу определить, например, ну вы же еще, эта конференция сильно так не прошла, повсеместно, да, но чем будет отличаться вот этот предстоящий новый учебный год от предыдущего? Вот понятно, вы говорите о том, что будут какие-то новые задачи. А чем будет отличаться? Ну, если говорить о наиболее значимых отличиях, потому что таких не очень там значимых, может быть, на региональном уровне отличий достаточно большое количество, а если наиболее значимые отличия, то этот учебный год будет проходить под, как бы, флагом начала реализации нового пакета национальных проектов. И вот есть еще такой нацпроект образования, он сейчас пока еще в виде проекта сформулированный, и будут, и мы это ожидаем, выделены достаточно, сервизные ресурсы на реализацию этих задач, в том числе уже понятные задачи по развитию общеобразовательного, значит, компонента нашей системы, в первую очередь строительство школ новых, современных, и мы 1 сентября, хочу напомнить, запускаем в эксплуатацию новую школу в Черябинске, в микрорайоне Ньютон, на очереди еще два объекта в Сосновском районе и в городе Магнитогорске, которые в этом году будут запущены, и началась стройка еще пяти школ, которые будут сданы в 2019-2020 году, и еще добавится в 2019 году стройка школы в Тугайпуле, города Копейска. И когда мы видим, какие школы сейчас строятся, мы, конечно же, сразу отмечаем, что и меняется образовательный процесс. Это другие площади, это другое оборудование, другой формат образовательной деятельности, и сейчас постепенно мы будем уходить все больше и больше в нашей общеобразовательной работе с детьми во внеурочную составляющую. И на место традиционным, и вроде бы всем понятным урокам будет все больше и больше приходить в проектные деятельности с детьми в рамках уже внеурочной работы. Вот об этом мы еще подробно поговорим. Вот сейчас все очень много говорят об информатизации. Вообще звучит как электрификация образования. Но информатизация, понятно, что в каждой школе сейчас должен быть там интернет, всевозможные... А причем высокоскоростной интернет. Да, да. Но вот если говорить не только о Челябинске, а вот небольших территориях, где вообще нет никакого, даже и высокоскоростного интернета, и преподаватели, которым поставляют какую-то компьютерную оборудование, они говорят, а мы не умеем с этим работать. Вот такое вот есть у нас... Ну, преподаватели, которые не умеют работать с компьютером, оборудованием, это все меньше и меньше, и практически, я бы сказал, сейчас их не осталось. Другое дело, что в разной степени они осваивают это компьютерное оборудование, потому что и оборудование-то меняется достаточно быстро. А насчет интернета во всех школах, во всех образовательных организациях задача решается, опять-таки, на межрежностном уровне. И мы уже в прошлый год, я сказал, Александр Сергеевич Козлов выступал у нас на прошлогоднем августовском мероприятии. Мы ставим совместно задачу дойти высокоскоростным интернетом вместе с Ростелеком до всех населенных пунктов с численностью населения вот 250 человек. Эта задача уже реализуется, есть график соответствующий, он выдерживается, и в обозримом перспективе высокоскоростной интернет у нас дойдет до всех школ, да не только школ, но и детских садов Челябинской области. Поэтому цифровизация образования, это, конечно, один из трендов, который охватывает и всю страну, и в том числе Челябинскую область. И мы, кстати, в этом отношении одни из передовиков. Недаром у нас буквально на днях откроется всероссийское мероприятие, посвященное как раз цифровой экономике, и там очень большой раздел, отдельная большая секция будет посвящена цифровому образованию. Ну и дети наши демонстрируют очень серьезные успехи вообще в этом направлении. Я неоднократно говорил, что Челябинская область показывает, наверное, самую большую дулю детей, выбирающих на едином госэкзамене информатику. У нас более 13% выпускников информатику сдают. А это означает, причем по стране эта цифра где-то 7-9%, у нас 13 с лишним процентов. Причем это сразу демонстрирует, что ребята нацелены на продолжение образовательной деятельности в высших учебных заведениях соответствующего профиля и выбора соответствующей профессии. И недаром у нас здесь открываются и представительства различного рода айтишной организации, потому что понимают, что кадровый потенциал, который формируется у нас в регионе в рамках цифровой экономики, он достаточно сильный. И детей много, выпускников много, интересующихся этим, и качество этих детей очень высокое. Вот я хотела бы обратиться все-таки теперь вот к родительскому комитету, к ассоциации родителей. Вы каким-то образом ставите перед министерством и перед школами, именно образовательными учреждениями, какие-то свои задачи. То есть министерство получает свои задачи сверху, допустим, да, что вот можно... Нет, мы от родителей тоже получаем задачи. Конечно. Какие задачи вы ставите перед министерством? Ну, Александр Игоревич сказал, вот самая главная информатизация, да, и цифровая экономика. Нет, не самая главная, это одно из средств. Одним из главных направлений, да, вообще как бы в современном обществе идет. Поэтому, конечно, родителям очень важно, чтобы качество образования, которое получают дети, оно соответствовало тем требованиям, которые потом на выходе будут запрашивать вузы, работодатели. И, конечно, хочется, чтобы дети были достаточно успешными в тех сферах, которые они выбирают. Поэтому я думаю, что родители в этом плане, они более отзывчивы на предложения и какие-то национальные проекты, которые реализуются в Челябинской области с целью повышения качества образования. Здесь родители активно прямо вмешиваются, я бы даже сказала, иногда корректно, иногда некорректно в систему образования. И, конечно, запросы эти удовлетворяют Министерство образования. Например, сейчас развивается проектная деятельность у родителей, у самих большой вопрос, как писать проекты с детьми. И вот к нам в Совет Родителей поступает такая информация, научите нас, как делать эти проекты. А кто больше делает проекты? Родители сами или все-таки дети? Я думаю, что здесь совместное творчество. Когда мы проводим какой-то конкурс, и он семейный конкурс, приносим работу, видим, что работа зрелая, мы говорим, где тут участие ребенка. А нам говорят, ну вот моему ребенку 3 года, но вот он здесь держал лепесточки, и мы вместе клеили. Я думаю, что это то же самое происходит и при написании проектов, потому что родители все равно, невозможно, дети задают вопросы, они подходят к родителям, и спрашивают, а как это, а как это. И получается, ну, конечно, нагрузка в начальной школе выше, на совместную деятельность с ребенком. В старшей школе родители, ну, так скажем, уже в пятом классе, отпускают детей, дают больше самостоятельности. А начальная школа, конечно, она вот, родители сами не очень понимают, что это такое, и поэтому запрашивают информацию у нас. То есть, в виде проектов и таких совместных, совместного участия родителей и детей в школьном процессе, в учебном процессе будет больше, да? Да, потом, вот акцент сейчас падает на внеурочную деятельность. Тоже вопрос у родителей, и чем занимать ребенка, какие кружки в школе существуют. Родители как раз, именно школы с родителями, и определяют вот это вот направление, да, и содержание этого направления. Плюс у нас очень активно в Челябинской области российское движение школьников развивается, и родители РДШ, то есть родители тех детей, которые состоят в движении, они сами активные, они сами хотят что-то делать, тем более, что там много молодых родителей, которые также участвуют в конкурсах РДШ, как ни странно, да? То есть там определенный ценз есть, возрастной, да? И вот у нас есть сообщество РДШ в группе, и мы обсуждаем, многие говорят, их жалко, что мне уже 35, я не попадаю, а то бы принял участие, да? То есть сами очень молодые, активные родители хотят в этом участвовать. Также развивается проектная деятельность в школах по совместным, родительским, семейным, школьным проектам. Ландшафтный дизайн, например. У нас родители создают ландшафты для школьных участков и реализуют вместе с семьями, делают горки, занимаются волонтерством. И вот сейчас у нас в Челябинской области очень активно всплеск на семейное волонтерство и запрос тоже, поэтому мы тоже, как родительская организация, отзываемся на это и сотрудничаем вместе в этом направлении с Ассоциацией волонтеров Южного Урала. Так, вот сейчас начнутся родительские собрания в детских садах, школах, и не всегда начинаются они с описания в нем урочки, а, как правило, начинаются с озвучивания сумм в форме школы, в форме класса. Александр Игоревич, наверняка такие жалобы поступают в министерство. Вы какие-то установки директорам школ даете и, может быть, ваш совет родителям? Ну, собственно, мы прошлый год достаточно подробно эту тему разбирали, в том числе вот с Еленой Георгиевной. Мы эту тему обсуждали и с надзорными органами. Позиция наша прежняя. Школа, да и любое образовательное учреждение имеет право обращаться за какой-то помощью, кому бы то ни было, к родителям, к работодателям, к спонсорам. Но при этом эта вся помощь должна быть добровольная. Ни в коем случае, конечно же, нельзя, ну, как там, порой родители говорят, вымогать деньги, облагать налогом, соответствующим. Мы должны понимать, что сейчас школы разные, контингент детей разный, родители контингент разный, не у всех там есть возможность помогать в силу материального положения семьи. Но при этом, конечно же, дополнительные ресурсы всегда приветствуются, потому что это позволяет, в том числе, развивать качественную составляющую работы школ. И, конечно же, те школы, которые привлекают дополнительные ресурсы, не только за счет, скажем, родительских поступлений, за счет платных образовательных услуг, какой-то иной внебюджетной деятельности, они получают дополнительный ресурс для своего качественного развития. Это надо тоже осознавать. Если мы хотим, чтобы наши школы двигались вперед, мы должны понимать, что эти школы должны дополнительно зарабатывать. Бюджет обеспечивает нормативное финансирование школ, детских садов, колледжей, техникумов в пределах, говорю, на государственных образовательных стандартов. Когда родители там хотят, чтобы их ребенок на выпуске продемонстрировал 100-бальные результаты на едином государственном экзамене, надо понимать, что вообще-то государство требует, чтобы результаты ЕГЭ были не меньше минимальной планки, установленной законом, достаточной для выхода ребенка из школы. А дальше это начинается уже конкурс. Вот сколько там ребенок наберет баллов на ЕГЭ, там или 40, или 60, или 100. Это уже зависит и от усилий самого ребенка, и от усилий семьи. это по сути дела конкурсная ситуация, соревновательная ситуация, ну и невозможно сделать так, чтобы там все сдавали на 100 баллов. Да и не нужно, наверное, это делать. Поэтому вот дополнительный ресурс, в том числе финансовый, он, конечно же, наверняка будет привлекаться, но еще раз подчеркиваю, это все должно быть на добровольной основе. Без сомнений. А вы как министр знаете порядок цен? Сколько фонд школы сдают? Ну там цифры разные, в том числе, все же там массовые информации озвучиваются, я как директор школы в прошлом, значит, я в 90-х годах, 13 лет был директором школы, но старался вообще не прибегать к родительским средствам, потому что, на мой взгляд, у подавляющего большинства, особенно крупных школ, есть ресурс для того, чтобы самостоятельно зарабатывать эти деньги. Если уж обращаться к кому-то за помощью, там, к родителям или к спонсорам, к каким-то юридическим лицам, то это надо делать только после того, когда ты уже сам исчерпал все свои возможности зарабатывания денег. У школы есть площадь, есть помещение, есть оборудование, причем в новых школах это достаточно неплохое оборудование, я бы сказал, там, на порядок выше, чем там у старой школы. И, конечно же, это оборудование должно работать, причем не только на детей, но и на взрослых. И практика, которая уже имеется в Черябинской области, это демонстрирует. Я сам, вот опять-таки, говорю лично, никогда не чирал с того, чтобы школа работала и в вечернее время, по выходным дням, в том числе и для взрослых. Проводили курсы компьютерные для взрослого населения, там, автошколы, там, мало ли что можно проводить. И не только, подчеркиваю, вот для детей, но и для взрослых тоже. И когда мы, наверное, выдаем лицензию на дополнительное образование нашим школам, там ведь написано дополнительное образование детей и взрослых. И если, скажем, дополнительное образование детям, значит, да, оно обеспечивается бюджетным финансированием в рамках норматива, который мы перечисляем школам из областного бюджета через муниципалитеты, то дополнительное образование взрослых, оно, наверное, должно быть финансироваться дополнительно внебюджетными источниками самими взрослыми но для этого надо взрослых заинтересовать предложить этим взрослым такую программу которая была бы им интересна то есть можно сделать вывод такой что если директор какого-то образовательного учреждения прибегает к таким методам как принуждение то это самый легкий способ пополнить свои при этом противозаконный потому что вот к нам то поступают жалобы от родителей и не только школ но и детских садов и начало года всегда идет такой всплеск правильно говорят что родительские собрания начинаются я считаю что это от неумения так скажем выстраивать взаимодействие с родителями где-то перегибают палку как Александр Игоревич говорит директора и это легкий способ заработать для школы но не самые законные и правильные у прокуратуры очень четкая позиция да школы совершенно верно имеют право привлекать пожертвования для своих нужд но это должно быть исключительно на добровольной основе такие школы и такие ситуации имеют место быть но вот мы лично с советом родителей с министерством с прокуратурой предметно по каждому случаю разбираемся когда у нас и многодетных с каждого ребенка просят деньги и неважно какой статус у семьи тоже сюда же включается это и одинокие мамы и дети даже сироты у нас в поле зрения попадали когда просят с опекунов деньги поэтому конечно здесь ситуации очень разные а какие еще вот существуют конфликтные ситуации ну если вот смотреть по рейтингу например да то есть вот на первом месте допустим это я так понимаю добровольные или недобровольные взносы на втором какие еще бывают ситуации я не знаю как у министерства на втором месте но подавляющее большинство Battle конфликтных ситуаций это конфликты внутри коллективов и педагогом и между педагогами и родителями между детьми и между родителями но это нормальная ситуация потому что когда вместе собирается достаточно большое количество людей вот причем разного возрастного и разного профессионального уровня то естественно конфликты они неизбежны ну и причем это опять таки подчеркиваем нормальная ситуация потому что именно в конфликтах начинает зарождаться некое умение эти конфликты разрешать. Есть там целая дисциплина конфликтологии. Другое дело, что эти конфликты нельзя запускать и нельзя давать им развиваться в разрушительные конфликты. Любой конфликт должен все-таки заканчиваться неким созиданием, неким компромиссом. И вся педагогика построена на конфликтологии. То есть было вот так вот хуже, стало вот так вот лучше в процессе разрешения конфликта. В том числе и в части воспитания, обучения детей. Поэтому пугаться конфликтов ни в коем случае нельзя. Это нормальная ситуация в любом образовательном учреждении, но эти конфликты должны быть конструктивными. Это, конечно, зависит от умения, от профессионализма, в первую очередь, педагогического состава. У нас есть тоже свой рейтинг конфликтных ситуаций. Они больше носят, я бы сказала, такой сезонный характер. Например, если это осень, то это, конечно, зачисление в первый класс. И начало учебного года связано с добровольными пожертвованиями родительскими. Весной это ЕГЭ и лето. Ну и распределение в детские сады. А в течение года, ну вот нам, как совету родителей, это, конечно, конфликтные ситуации, которые связаны между родителями и педагогами. В большей степени. Если, естественно, там есть еще и педагогический коллектив, да, и они, то мы, конечно, больше разбираемся с конфликтами именно вот в плане учебного процесса, между которыми возникают ребенком и педагогом, родителями и педагогом. Ну вот от конфликтов мы переходим в более позитивную плоскость, да, вот как раз уроки добра собираются ввести в этом году в школах. И вот что это за уроки добра, это что, дополнительная нагрузка на, значит, на ребенка, может быть, какие-то учебники будут, что это такое? Я хочу сказать, что эта акция вообще не новая, она уже проводилась, это повторяется уже второй год, как минимум. В прошлом году тематика добрых уроков, она посвящена была экологии, мы тоже сами приходили в школу и рассказывали, как необходимо вести себя, но это не в скучной форме, о том, что вот, придите, следите за экологией, это больше в наглядной форме, как необходимо это делать, что если вы не выбросите батарейку, то вы спасете, например, одного ежика. Вот все в такой доступной форме для детей, это очень интересно и это полезно. В этом году тематика добрых уроков, она будет посвящена добровольчеству, так как год добра у нас еще, год добровольца в этом году. И основная тематика, которая в федеральной повестке стоит, и основная задача данных уроков, это создание волонтерских отрядов. Это внеучебная деятельность, это не идет в разрез с уроками либо еще что-то. В чем задача и как вообще будут проходить эти добрые уроки, мы с активистами, также российское движение школьников, представители, они будут приходить в школу и рассказывать про направление добровольческой деятельности, какие есть. Кстати, по статистике за последние два года, цифры говорят о том, что в стране увеличивается, в том числе в Челябинской области, количество людей, которые хотят помогать другим людям. Не смотрю на то, что там материальное положение не слишком хорошее и так далее, но люди хотят помогать другим. Ну вот мы совершенно недавно проводили опрос, такой пилотный, социологический, и у нас получается 73% жителей Челябинской области участвует в добровольческой деятельности. Я думаю, это хороший показатель для Челябинской области. Вот, кстати, уроки добра, как раз воспитание, активные позиции. А как Вы относитесь к тому, что вот некоторые учителя говорят, что если по окончании школы выпускник не знает, кем он будет и какую профессию выберет, то время, затраченное педагогами на его обучение, потрачено впустую. Это какой-то миф. Примитивный взгляд на вещи. Тем более, что мы должны понимать, никогда в нынешней ситуации мы не сможем обеспечить подготовку профессионала на всю жизнь. Потому что спектр профессий, спектр видов деятельности, которыми охвачено все человечество, он очень быстро меняется. Чем дольше мы живем, тем быстрее этот спектр профессий меняется. Ну, есть такой вообще постулат, да, чем дальше и дольше мы живем, тем быстрее мы живем, тем быстрее меняется мир. И вот готовить, скажем, человека к какому-то одному виду профессиональной деятельности на всю жизнь практически невозможно. И поэтому сейчас государством ставится задача, да и жизнью ставится задача вообще регулярной переподготовки и повышения квалификации любых профессионалов абсолютно. И у нас, кстати, это заведено вот в эти вот новые национальные проекты, о которых мы уже упомянули. И есть организационная основа решения этой задачи. И по нашим прикидкам, значит, примерно до трети вообще работающего населения должны ежегодно проходить переподготовку или повышение квалификации. Потому что иначе просто любой профессионал из жизни отстанет. То есть, в принципе, чему учит школа? Школа, она ведь общеобразовательная. Она дает общее образование. Конечно, это не означает, что она не может давать и не должна давать там некую профподготовку. Но в рамках именно профориентации, а не выбора какой-то профессии для последующей деятельности. Я вот когда говорил, что дети выбирают какие-то экзамены для того, чтобы поступать на какие-то профили, там, скажем, айтишный профиль, да? Но это еще не означает, что они потом и профессиональную всю свою жизнь свяжутся с этим айтишным профилем. Тем более, что сейчас, по сути дела, айти-компетенции нужны, наверное, любому специалисту. Будь то педагог или врач, там, или водитель автомобиля. Значит, там, неважно, повар, там, предположим, кондитер. Везде так или иначе используются айти-технологии. И поэтому быть там просто узким айтишником, ну, это одна история. Но айти-компетенции понадобятся буквально всем в недалеком будущем. Ну, совершенно правильно, что образовательный уровень дает школа. Плюс еще, конечно, культурный. Общееобразовательный. Общееобразовательный. Культурный определенный уровень, ну, в любом случае, да, какие-то морально-нравственные качества прививает. Но профориентация сейчас все-таки, это ответственность родителей. Да, вместе с семьей, с ребенком, с родителем, уже будущий, так скажем, выпускник выбирает свою профессию. И, конечно, здесь родителям очень трудно. Мы вот тоже исследовали этот вопрос по профориентации школьников и участия родителей. Потому что многие говорят, вот родители не участвуют в профориентации. Мы задались вопросом, а что, к какой участии должны быть родители в этом вопросе? И поняли, что, конечно, да, каждая школа сама выстраивает вот эту профориентационную работу. Сейчас нет вот как бы единой такой строгой политики, они должны то-то, то-то, то-то делать. То есть все стало гибче, много вариаций, форм профориентационной работы, но тем не менее. Я здесь все поправлю, Георгий, общая политика и есть. Другое дело, что, учитывая, что сейчас школы разные, дети разные, родители разные. Да, потребности разные. Конечно же, эта политика, она выстраивается достаточно гибко в отношении разных слоев населения, разных возрастных групп, с учетом как бы социально-экономической ситуации, которая в той или иной территории складывается, потому что, ну, там, бессмысленно заниматься профориентацией, скажем, на металлургический профиль, там, где-то на селе, да, или, наоборот, там, в крупном городе. Ну, я здесь не могу согласиться, многие дети, может, на селе захотят стать металлургами. Я условно говорю, например, для Ямала, скажем, актуально история там с оленеводами, да, но для нас она не актуальна, там, да, или, там, скажем, с лесорубами, там, или с кем-то еще. Нет, было бы очень хорошо, если бы наши дети съездили на Ямал, посмотрели бы эту ферму. Сидит на здоровье, как бы, но я сомневаюсь, что кто-нибудь поедет, как бы, туда вот жить и работать, значит, и, по крайней мере, это будет, наверняка, не массовая история. У нас есть свой социально-экономический комплекс на Южном Урале, да, который мы должны показать и нашим детям, и нашим родителям, без сомнения. И здесь целая политика действительно выстроена, причем эта политика в конечном итоге для детей выливается в своеобразные профессиональные пробы. Ребенок, на наш взгляд, должен в течение школьной жизни попробовать как можно больше профессий. Ну, конечно, там нереально работают, да, но пытаясь своими руками что-то сделать. И не просто посмотреть, а именно что-то сделать. И вот сейчас мы начали эксперимент, он уже запущен, есть соответствующий приказ, мы подписаны между пока челябинскими колледжами и челябинскими школами вот совместные деятельности, в том числе в рамках пропподготовки наших выпускников общепрозавательных школ. Причем это была инициатива изначально самих школ, которые видят, что уровень подготовки профессионалов по высококвалифицированным рабочим профессиям сейчас серьезно вырос. Нынешние колледжи и техникумы это совсем не то, что было там еще даже 5 или более 10 лет назад. И это сейчас высококвалифицированные специалисты. И школы проявляют активный интерес как раз к деятельности колледжей. И мы помогли заключить им соглашение соответствующее. Это в основном школы тракторозаводского района, ряд школ других районов города. Я уверен, что у нас этот эксперимент уже по итогам предстоящего учебного года завершится успешно, и мы дальше будем его расширять на всю территорию региона. Так, можно вопрос? Мы знаем волонтеров, которые в маршрутках деньги собирают, школьники, студенты. А как и что это будут у вас за добровольцы-школьники? Какая им работа будет? Какие-то тимуровские команды будут? Честно говоря, я не поддерживаю тех людей, которые собирают в маршрутках деньги, потому что я очень скептически к этому отношусь сама. А можно их отнести вообще к волонтерам? Я не отношу к этому. Нет, это не волонтер. Это больше благотворительная деятельность. Вот давайте отнести все эти настоящие волонтеры и те, в кавычках, волонтеры, которые собирают деньги в общественном транспорте. Волонтеры те, кто своим трудом помогает другим людям, а не те, кто там собирает у людей деньги. Это как бы тоже не возбраняется на некая финансовая благотворительная помощь. Но самое-то главное, вот правильно бы это все сказать, тимуровские движения, вспомнил, хорошие, да? Ты, извиняюсь, там, наноси воды, наколи дров, да? Ну, конечно, я утрирую, сейчас, может быть, это и не нужно, там, большинству тех, кто нуждается в какой-то помощи, но есть масса других вещей, которыми можно помогать тем людям, которые, значит, нуждаются в этой помощи. У нас, конечно же, есть там социальные службы, там, есть социальные работники, которые помогают престарелым людям, там, и так далее, людям-инвалидам с ограниченными возможностями здоровья, но ведь масса есть и других людей, которые нуждаются в помощи, и не только в финансовой, и не столько в финансовой. Я вот, честно говоря, как, наверное, большинство других граждан, там, вряд ли отличу, там, собирающего, значит, деньги на улице человека, волонтера по прошайке, потому что, ну, на какие цели он деньги собирает, не очень понятно. Даже то, что там у него какие-то лыбы на спине, там, или на ящике, да, это тоже еще ничего не означает. Поэтому я вот к этим вещам достаточно осторожно отношусь. А вот своим трудом, своим вкладом это да. Ну, у нас в основном такую финансовую помощь собирают благотворительные фонды. И, конечно, вот, когда на улице они стоят, даже под эгидой благотворительного фонда, все равно ответственные благотворительные фонды, они на своих сайтах выкладывают всю информацию. Для чего это надо, куда собирают, расчетные счета, отчеты выкладывают, фотоотчеты предоставляют. То есть они делают это ответственно и серьезно. Но это задача благотворительных фондов, одна из их уставной деятельности. А волонтерство это нечто другое все-таки. Да, действительно, больше благотворительная деятельность, нежели добровольческая или волонтерская деятельность. Что касается добровольства волонтеров, всего 15 направлений существует. Есть и поисковики, это те люди, которые помогают, выходят. Вот у нас буквально неделю назад закончился лагерь, где мы как раз собирали волонтеров, тоже формировали волонтерские отряды, которые они поедут в свои муниципалитеты создавать. И приезжала к нам Лиза Амерт, тоже организация, и они как раз ищут людей, как раз добровольцы, которые будут проводиться, которые у нас уроки будут проводить. Они больше направлены будут, скорее всего, на социальную деятельность. Это и помощь ветеранам, которые есть. У нас есть направление волонтера победы. И мы, ребят, будем подключать и к этим направлениям, которые есть, и помощь инвалидам в том же плане. То есть различная деятельность, которая проводится, и событийные волонтерства тоже, которые у нас очень развиты, потому что чемпионатов у нас в городе очень много проводится, и мы подключаем всегда волонтеров и школьников. Но, к сожалению, к чемпионатам мы только к 16 лет подключаем, но к мероприятиям менее масштабным мы подключаем людей уже через 12 лет. Ну, мы продолжаем тему, что же все-таки изменится еще в новом году, в учебном. Что изменится для родителей, мы примерно уже понимаем, и для учеников. А вот что изменится для педагогов? Заработная плата, количество учебных часов, вот в этом плане. Заработная плата будет расти, количество учебных часов будет уменьшаться. Да. Но это наша политика, мы ее придерживаемся уже на протяжении последних лет. У нас, к сожалению, в прошлом году был такой диссонанс с городом Челябинском, где мы увидели повышение нагрузки, пускай они значительные, но вообще-то мы видим по области в целом снижение нагрузки, если иметь в виду урочную нагрузку именно, при увеличении заработной платы. И почему мы такую политику проводим со стороны регионального министерства, правительства? Потому что, опять-таки подчеркиваю, акценты сейчас будут... Это не означает, что у педагога станет меньше работы. Ни в коем случае. Вот. Но эта работа должна быть другая. Нам бесполезно, извиняюсь, проводить теоретические уроки добра или там чего бы то ни было, без организации соответствующей практической деятельности ребенка. И вот, кстати, опять-таки национальные проекты, о которых я уже говорил, то ведь главная такая ключевая мысль, если говорить про школы. Это вывод общеобразовательной школы России в число ведущих школ мира. Вот. У нас сейчас уже есть успехи. В связи с переходом на федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения, мы видим, что Россия, в том числе южно-миральские школьники, регулярно участвуя в международных сравнительных исследованиях, демонстрируют позитивные результаты. Это исследование учеников начальных классов, изучение естественно научной грамотности средних школьников ТИМС. Но единственное пока исследование, в котором мы проваливаемся, это исследование ПИЗа, это исследование, которое посвящено компетентностной обученности 15-летних школьников. Здесь Россия, к сожалению, пока занимает не очень такие хорошие позиции, находясь там в третьей десятке стран мира. У нас все хорошо с академической обученностью детей, мы умеем уроки проводить, но мы прекрасно знаем, что применять эти теоретические знания на практике дети практически не умеют, они уступают своим зарубежным сверстникам. А это, конечно, мы другие, потом сказывается на профессиональной карьере любого нашего выпускника и на экономике в целом. И поэтому сейчас ставится задача как раз по этим исследованиям международным сравнительным вывести Россию на передовые рубежи. Мы понимаем, как это сделать, внедрение тех же самых в ГОСов, в ГОС Стандартов, этому стало помогать. И переход, и перевод акцентов как раз на вневрочную деятельность, на практическую проектную деятельность ребенка в окружающем социуме, с семьей, с родителями, со сверстниками, во дворе, в волонтерстве, в чем-то еще. Вот на это сейчас будет делаться акцент. И в конечном итоге мы уверены, что через 4-5 лет Россия, вот у нас предыдущая, вернее, вот ПИЗа была в 18-м году, мы результаты узнаем в 19-м, следующая будет через 3 года, в 21-м году. И в 24-м году, как бы, мы уже будем подводить некий такой, ну, как бы, итог вот этой вот нашей деятельности по изменению формата работы общеобразовательной школы, с акцентом на вневрочную проектную деятельность. А вот все-таки вот сейчас практически, ну, вот вы уже сказали, что учителя будут немного по-другому работать, то есть их деятельность смещается во вневрочные работы. Так точно. Да, вот что они должны, вот раньше учителя ходили там, в культпоходы были, да, зачитали. И это тоже. Что вот сейчас конкретно, вот за что начали отвечать? Вот закончились, например, уроки, да? Вот в 12 часов. Понятно, понятно. Значит, вы смотрите, мы единственный регион в стране, который в прошедшем учебном году провел изучение и оценку качества проектной деятельности в школах. Это проектная деятельность, ей обязаны заниматься все школы страны, но мы единственные, кто в прошлом году, во-первых, сформулировали инструментарий этой оценки, наш регион, наше министерство, во-вторых, как бы эту оценку провели на достаточно большом массиве школ. Конечно, пока результаты неутешительные. И правильно было сказано, что о проектной деятельности мало что знают не только родители и их дети, но даже и педагоги очень мало знают о нормальной проектной деятельности. А ведь вообще-то поле для проектной деятельности широчайшее по любому предмету, по любой компоненте общего образования, будь то, скажем, там, естествознание, там, биология, химия, да, физика, будь то технология, будь то история общества ведения, да, проведение тех же самых социологических опросов. Когда мы там привлекаем взрослых, умных, головацких людей за достаточно приличные деньги, значит, но этой же историей может заниматься и ребенок, вот, пускай там не повсеместно, там, по всему городу или по области, да, в своем квартале, там, значит, на своей улице, выявить мнение. А как мы в конце концов, вот у нас даже бывает с этими, с урбанистами бывают конфликты, кто-то там какую-то стенку раскрасил, кому-то нравится, кому-то не нравится, потому что это его индивидуальная инициатива. А кто мешает, скажем, до этой инициативы провести некое там социологическое исследование. А как, скажем, должна быть оформлена вообще вот вся наша вот эта вот окружающая история, наш двор, вот. И почему это должно быть делом одиночек, а не консолидированная деятельность там группы волонтеров и добровольцев. И то есть вот этой работой, этой деятельностью, в принципе, должен во главе этой деятельности, должен стоять преподаватель. Облагородить свою маленькую планету, уже классики все сказали, наведи на ней порядок. И вот это главная задача в работе с детьми, навести с ними порядок на своей маленькой планете, в школе, детском садике, на окружающем пространстве этой школы. И мы сейчас сторонники того, что... То есть педагог должен настроить ученика или группу учеников, куда им строится вот в этой... Школа должна... Школа не как там, значит, коллектив педагогов, а школа как коллектив учащихся и педагогов должна выходить вовне, за забор школы, за стены школы, выходить в окружающее пространство. Не только с целью там посетить, не знаю, там театр, кино, там какой-то праздник, да, но и с целью переустроить это пространство так, как себе его представляют дети вместе с педагогами. В том числе пространство, которое там формально закреплено за управляющими компаниями, извиняюсь, да. У нас там говорят, вот здесь вот там должна убираться управляющей компанией. Ну да, наверное, должна, и надо этого добиваться, чтобы она этим занималась. Но с другой стороны, значит, да, никто ведь не мешает нам это пространство переустроить так, как мы хотим, и сделать его индивидуальным, приспособленным для нас. То есть педагог выступает таким, знаете, фасилитатором, фасилитатором, вдохновителем, и... Вам сказали слова «не употреблять». Ну хорошо, вдохновителем, я бы сказала. Вот, это именно работы. То есть он... Например, сейчас наши зрители и думают, кто-то, наверное, так думает. Наверное, они хотят ли проблему управляющих компаний решить за счет детей? Или утешевить труд, значит, вот... Ну, в этом случае, да, вообще ничего делать не надо. Можно сесть и спокойно... Мы же это даже делаем не с целью там подменить там или там заменить какие-то службы, которые обязаны этим заниматься. А мы же это должны делать с целью воспитания наших детей. И мы, к сожалению, вот в своем стремлении закрепить все обязанности только за взрослыми потеряли очень хорошую компоненту воспитательной работы, которая была еще в советском прошлом. Когда ребенок все-таки ухаживал за своим рабочим местом, дежурил по школе, убирался в ней... Вот сейчас вот очень популярны, скажем, ролики в японской школе. Дети, значит, там моют... А мне тут больше... Дети моют полы, дети растадывают пищу, даже участвуют в ее приготовлении. Мы почему-то боимся этого. И мы такие законы напринимали, что ребенку уже буквально ничего делать нельзя. Но невозможно воспитать человека в бездеятельном пространстве. Ребенок должен заниматься педагогически целесообразной деятельностью. И трудоволоскопаемый. Ну, это даже не трудовое воспитание. Я еще раз подчеркиваю, это может быть деятельность любая. Это может быть, говорю, соцопрос, это может быть помощь ветеранам, людям с ограниченными возможностями. Какая-то другая полезная обществу деятельность. А не только там, извиняюсь, тупая уборка территории. Конечно, и тоже надо заниматься, да? Но можно и заниматься, ведь просто извиняюсь там из-под палки, да, можно же этим заниматься красиво. Я никогда не забуду, как наш известный педагог Евгений Ямбов там описал тоже конфликт с прокуратурой, когда прокуратура по научению одного из родителей там пришла и говорит, а вот у вас там дети там моют полы в классе после уроков, это нарушение, значит, там их прав. Значит, ну все, да, с точки зрения закона так. Ну, они нашли в их этой ситуации, они в рамках предметной области технологии стали преподавать клининг. И уже ребенок у них не, извиняюсь, там тупом моют полы грязной тряпкой, грязной водой. Вот. А он занимается этой деятельностью уже высокопрофессионально. А это действительно другая уже деятельность, которая предусматривает соответствующую спецодежду. Они это закупили в школу. Соответствующие химикаты, которые безопасны для человека, в то же время эффективны при уборке. Различные инструменты, которые при этом используются. И, конечно, если мы будем предлагать ребенку деятельность непродуктивную, неэффективную, некрасивую, извиняюсь, да, он не будет их заниматься. Ведь сейчас, смотрите, у нас вот в те же самые колледжи, на станочников просто вал идет людей, школьников. Там три-четыре человека, конкурс на место, причем с хорошими баллами. А почему? А потому что сейчас станочник, это не человек, который стоит по колено в стружке и по локоть в масле. Это человек, который, знаешь, приходишь там, механико-технологический, техникум, и там ходят в халатики, в тапочках домашних. Там станочки ЧПО. И там, в основном-то, надо заниматься программированием. Это уже другая совершенно работа. И такая работа, она интересна любому ребенку. Ну вот вся организация на новые, что ли, переход на новые рельсы, да, другое восприятие системы образования, ну, наверное, требует и перестройки мышления самих педагогов. Конечно, конечно. Педагогов и ракетики. Да, какие кадры, вот кадровая политика, она существует, существует ли там проблема? Конечно, существует. Проблема, без сомнения, есть. Но мы воспринимаем, опять-таки, ее конструктивно. Мы понимаем, что вот необходима регулярная переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров. Вот даже сейчас вот мы новые школы сдаем. Вот там первая была на Тополиной аллее, потом в Парковом, сейчас вот в Ньютоне, еще две школы Сосновской районы, Магнитогорск, которые у нас комплектуются по новому приказу Министерства образования Российской Федерации. Там на одного ученика оборудование только на 170 тысяч рублей в нынешних ценах. Это совершенно иное оборудование, с которым нужно уметь работать, в первую очередь, не только ребенку, но и педагогу. И, конечно, его компетенция, его квалификация должна быть совершенно иная. Это сейчас не просто компьютер, к которому тоже все долго привыкали, но, наконец-то, привыкли. Это сейчас очень серьезное оборудование, которое можно очень эффективно использовать для продуктивной и привлекательной для ребенка деятельности. И, конечно же, этому надо учиться. Поэтому у нас задача стоит формально, как минимум, раз в три года, каждого педагога прогонять через курсы повышения квалификации различного рода, в зависимости от того, в какой школе он работает, с какой спецификой контингентом он работает. Но, вообще-то, я сторонник того, чтобы человек учился, профессионал учился постоянно, а не только раз в три года. А можно узнать возраст, средний возраст сегодняшнего педагога? Ну, это примерно, на наш взгляд, сейчас самый продуктивный возраст вообще учителей Челябинской области. Это 40-45 лет. Есть по отдельным категориям предметников проблемы. Вот у нас сейчас очень серьезно поднамажены проблемы физиков. Это самые, пожалуй, возрастные педагоги. Мы здесь сейчас упорно работаем и с нашим педагогическим университетом, Челябинским, значит, и с Магнитогорским техническим университетом, которые продолжают подготовку педагогов. Самые молодые информатики. И еще, вот, хотелось бы, вот, есть какие-то определенные формы, вернее, методики образования. Вот какие у нас в области наиболее популярные, вы же все равно утверждаете, да, программы вот эти вот? Нет. Каждая школа разрабатывает свою программу, образовательную программу самостоятельно, на основе, естественно, типовых образовательных программ. Но типовая программа дает достаточно большой такой спектр возможностей и вариаций, потому что, я все раз подчеркиваю, школы разные. Есть большие школы, есть маленькие школы, по численности имеют в виду. Есть городские, есть сельские. Контингент недостаточно разный. Дополняемость классов разная. Возможности окружения разные, потому что сейчас образовательная программа, это ведь не только то, что внутри школы происходит, но это и то, что еще школа окружает. То есть, есть возможность, скажем, у ребенка из этой школы, там, прийти в театр, там, на этой неделе, или нет? Потому что, может, там, на селе же ее нет, там, театра, там, ДК, предположим, да? И в зависимости от этого, конечно, формулируется образовательная программа. Она сейчас у каждой школы достаточно индивидуальна. Но в основе ее лежит вот это ядро, которое у нас обозначено в федеральных и государственных образовательных стандартах. Вот. Но и отсюда, как бы, от образовательной программы, конечно, и осуществляется подбор и технологий педагогической работы, и различного рода методик, которые используются в педагогике. А вот насколько существует ли какая-то статистика, как, есть ли рост частных школ, частных каких-то образовательных учреждений или детских школ? Я бы сказал, как есть попытки открыть участие, насколько я знаю, там, на Тополиной аллее есть попытка, там, открыть частные школы. В Западном там есть попытка частные школы открыть, значит. Но я думаю, что они в ближайшем будущем не смогут конкурировать с муниципальным сектором, но в силу разных причин. И в силу, конечно, того, что это достаточно дорогостоящая история, лицензированное образование. Ну и в силу того, что, значит, конечно, каждая школа, она нарабатывает свой авторитет, свой имидж годами. И пытаться вот на этот рынок сейчас зайти какой-то неизвестной организации, но это очень проблематично. То же самое касается и садиков. Я знаю, что попытки создать частные образовательные организации в основном сейчас осуществляют не какие-то индивидуальные предприниматели, а в основном какие-то крупные организации. Ну, например, там, застройщик, значит, для того, чтобы повысить имиджевую составляющую своего, значит, жилого квартала, да, значит, он пытается организовать там образовательную деятельность. У кого-то это получается, у кого-то нет. Но каких-то резких изменений в сторону частного сектора образования в ближайшей перспективе мы не видим. Вот в дополнительном образовании детей, и особенно взрослых, да, подвижки вполне возможны, потому что программы дополнительного образования, они нестандартные. У нас сейчас в области культивируются более тысячи различных программ дополнительного образования детей, ну и немножко взрослых. И, конечно же, спектр этих программ наверняка будет расти, потому что растет спектр интересов нашего населения. Как только появляется некий запрос на некое дополнительное образование со стороны взрослых там или детей, то, естественно, рынок тут же реагирует. И причем рынок не только частный, да, но и коммерческий, но и рынок муниципальный в том числе. У нас и муниципальные учреждения достаточно серьезно отслеживают вообще потребности населения и меняют свои образовательные программы. А вот если говорить о стоимости дополнительного образования для, так скажем, для бюджета и для родителей, для бюджета родителей, вот существуют здесь какие-то... Ну, здесь все очень вариативно. Я еще раз подчеркиваю, у нас более тысячи образовательных программ культивируются в области. И, конечно, это разные программы. И, значит, и стоимость их разная, хоть для бюджета, хоть для родителей. Одно дело, скажем, программы технической направленности, они, как правило, дорогостоящие, потому что там в техническом кружке, в техническом клубе занимается обычно с небольшим количеством детей на силу того, что там приходится иметь дело с сложными материалами, со сложной, как бы, деятельностью. Это и касается муниципального сектора, и частного сектора. Там популярны, скажем, там всякие кружки роботостроения там и так далее, да. У нас, кстати, вот эта тема тоже развита достаточно в регионе. Частное роботостроение. Вот. А если мы там берем, например, там хореографию или вокал, да, это обычно занятие с группами детей, достаточно большими. Там, конечно, в расчете на одного ребенка образование дополнительно дешевле существенно, что в частном секторе, что в муниципальном. Я почему спрашиваю? Потому что, ну, в любом случае сейчас родители, многие вспоминают еще те советские годы, когда дополнительное образование, то есть посещение кружков, оно было бесплатно. Да, оно и сейчас бесплатно, значит. Но другое дело, что ведь у нас, опять-таки, смотрите, вот берем там самый развитый сектор дополнительного образования, это художественно-эстетический. Ну, то есть, пока вот его посещает наибольшее количество детей, в Челябинской области и в стране в том числе. А технический сектор, как бы, он самый малочисленный. Но это, опять-таки, последствия 90-х годов, когда предприятия технический сектор сбросили со своего баланса, а муниципалитеты не смогли его поддержать. И занялись все, как бы, наиболее дешевым и экономичным видом дополнительного образования, это художественно-эстетические. Большие хоры, большие танцевальные ансамбли, которые не требуют больших затрат. Но сейчас ситуация, конечно же, меняется. И причем, вот мы художественно-эстетический сектор, мы его сейчас не скажем, что там перестали финансировать, мы его по-прежнему финансируем. Но мы финансируем именно занятия с детьми. А вот, скажем, там всякие разные поездки, извиняюсь, на шоу, типа «Сильные птицы», «Голос» и так далее. Родители, видимо, смотрятся всех этих шоу, и хотят, чтобы их ребенок там тоже в телевизоре оказался. Но с какого перепуга, извиняюсь, бюджет должен финансировать эти вот пожелания? То есть за это платят как раз? Конечно, конечно, да. А вот что касается технического сектора, очень сложного и очень дорогостоящего, тут, конечно, бюджет сейчас свои вливания увеличивает. И мы стараемся, сейчас пока идем, мы опережая страну по охвату техническим, естественно, научным дополнительным развиванием. Ну, а в перспективе мы предполагаем удвоить общий охват и выйти на цифру 25%. Сейчас эта цифра у нас по региону около 15% охвата. По стране меньше 10%. Ну, вот хочется еще с родителями пообщаться, да, вот родители, они, какую роль все-таки, я понимаю, что они влияют на деятельность Министерства образования. С какими вопросами к вам можно обращаться? Вот бывает, что вот что-то не нравится, они сразу идут, пишут родители там в Министерство, пишут, значит, в родительский комитет, там, в прокуратуру и так далее. Вот это разграничение, так скажем, компетенций. Ну, вы знаете, я бы сказала, что тут нет очень жестких разграничений, что к нам нужно писать только по этим, в Министерство образования только по этим, в прокуратуру. Вообще с организацией можно обращаться все, чем угодно. Да, к нам обращаются с любыми вопросами, что касается сферы образования и вообще семьи в целом. Потому что не только образование, но и вопросы социальной поддержки к нам поступают, обращения, то есть достаточно широкий спектр. И по здравоохранению, и в любом случае нет такого, что, например, если вопрос здравоохранения, те же прививки, да, но опять же мы с кем решаем этот вопрос? С Министерством образования, потому что это в любом случае нет жестких рамок. Родители, кто хочет жаловаться, они в любом случае пожалуются везде. У них есть такое право, поэтому они его используют достаточно активно и жалуются, и доходят, и стучатся в разные двери, и получают ответы в любом случае. Даже к нам обращаются. Даже, вот видите, к волонтерам. Но вы когда помогаете? Да, к нам очень часто приходят родители и говорят о том, что помогите ребенка куда-то пристроить, чтобы у него какая-то неучебная деятельность была. Но здесь мы осуществляем работу не только уже с детьми, но и с родителями. Сами тоже привлекаем какие-то мероприятия, чтобы сами увидели и родители. Как раз о семейном добровольстве речь, что совместно это в семье должно зарождаться. Не так что-то приказ какое-то, идите делайте, нужно, это хорошо, это хорошая деятельность. Нет, это должно изнутри идти, изнутри также родители должно идти, изнутри детей самих. Ну, уже мы с вами почти целый час разговариваем, в принципе, коснулись многих разных тем интересных, но 1 сентября уже не за горами. Где вы проведете 1 сентября, Александр? Ну, скорее всего, на открытие новой школы вместе с Борисом Александровичем в Ньютоне, там будет открываться новый объект, очень красивый, достойный. Надеюсь, вы его покажете. Да, конечно. Ну, я 1 сентября проведу на нашем любимом фестивале талантливой молодежи «Артишок», он зародился в 2007 году, Александр Игоревич тогда еще не был министром, и присутствовал на этом фестивале. Поэтому он у нас уйдет уже с 2007 года, это наш традиционный праздник, мы собираем семьи как раз на этот праздник. У нас проходит первоклассная линейка, это первоклассники города Челябинска участвуют в этой линейке. То есть мы ждем родителей, мы ждем гостей, и вот Александра Игоревича приглашаем, Ольгу приглашаем к нам на этот фестиваль. Оль, ну вы тоже будете где-то участвовать в каких-то массовых народных гуляниях? Нас тоже постоянно приглашают на первую линейку, прийти в школу, какое-то приятственное слово. Но у меня немного другая будет деятельность, я буду сама образовываться, у нас будет волонтерство, такой форум. Александр Игоревич, ну вот ваше последнее напутственное слово к родителям, к детям и к педагогам. Вот сразу. Ну традиционное, как и то событие, которое мы ожидаем, то есть учебный год, удачного нового учебного года. Я думаю, что это самое главное. И стабильность работы системы образования вообще залог стабильности нашей жизни. Спасибо вам за участие в нашей программе, в нашей замечательной пресс-конференции, думаю, было очень интересно. И ждем вас буквально через несколько месяцев, чтобы подвести первые итоги начала первого нового учебного года. Спасибо. Спасибо большое. Удачи всем зрителям. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...